Самое интересное в экономике то, что касается наших с вами кошельков. Закон о гаражной амнистии вступит в силу с 1 сентября этого года. То есть, кто пользуется капитальным гаражом, построенным до 30 декабря 2004 года, сможет бесплатно оформить в собственность земельный участок под ним. Гаражная амнистия будет действовать до сентября 2026. Какие документы нужны для того, чтобы оформить земельный участок под гаражом в собственность? Любые из этого списка. Смотрим на экран. Любое решение органа власти, в том числе и советского времени, о том, что вам был предоставлен земельный участок под гаражом. Решение завода, фабрики, совхоза, другого предприятия, при котором был построен гараж. Документ, подтверждающий выплату паев ГСК. Решение общего собрания гаражного кооператива, где вы получили свой гараж. Документы, подтверждающие переход гаража по наследству или его покупку. А также старый техпаспорт или документы о подключении его к электросетям. Органы власти регионов могут включить в список и другие документы, дающие гражданину возможность оформить права на гараж по гаражной амнистии. Далее еще несколько шагов. Выясните, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Это можно сделать на сайте Росреестра или в МФЦ. Если стоит, берите выписку и отправляйтесь к собственнику земли, в муниципалитет, в краевую структуру или федеральную. Необходимо подать заявление о предварительном согласии предоставления земельного участка. Ответ вы получите в течение 30 дней. А если земля под гаражом не стоит на кадастровом учете, надо сперва сформировать этот участок и потом поставить на учет. И это уже забота гражданина. Можно заняться процедурой самостоятельно, а можно с помощью кадастрового инженера из Росреестра. В любом случае это будет и времени, и денег вам стоить. Чтобы завершить оформление прав на земельный участок и на гараж, необходимо отправить в администрацию региона или муниципалитета решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, выписку из ЕГРН на земельный участок и технический план гаража. Администрация уже без вас подаст в Росреестр заявление о регистрации права собственности на земельный участок, о государственном кадастровом учете гаража и о регистрации права собственности на этот самый гараж. Затем передаст вам все эти выписки, подтверждающие регистрацию прав на гараж и землю. И вы можете считать и гараж, и землю под ним своим и планировать уплату налогов за новую собственность.